Времени на раздумья будет предостаточно. Сегодня в Оренбурге вынесен приговор двоим изуверам, которые ради продолжения пьянки решили убить ветерана войны. К счастью, пожилая женщина выжила и дала показания. Подробности дела у Александра Белова. Как курицу, так вот стыднул и в угол, и ногой прижал. А потом, когда он меня начал ножом резать, я кричу, спасите, помогите, помогите, но никого не было. Так Нине Никитичне Кострицыной досталась в прошлом году от бывшего квартиранта. 85-летняя старушка по дому-то еле передвигалась. Оказать хоть какое-то сопротивление молодому парню, который пришел ее убивать, ей было просто не по силам. Мумин Якубов разделочным ножом ударил беспомощную женщину 12 раз. Она в течение буквально получаса была обнаружена проживающими у нее на квартире гражданами, которые оказали ей первую медицинскую помощь, срочно вызвали скорую помощь, она была госпитализирована и неотложно была сделана ей операция. Только грамотные действия врачей в данном случае спасли ее от смерти. И это циничное преступление было спланировано за кухонным столом в одной из базулукских квартир. Молодежь пьянствовала. Разговор зашел о финансах, точнее об их отсутствии. Тут же и решили ограбить старушку. Мумин Якубов и Александр Рассохин поделили роли. Один постучал в дверь, таким образом обеспечил подельнику доступ в дом ветерана. Тот напал на жертву, затем стащил ее сбережение 60 тысяч рублей и скрылся, посчитав Нину Никитичну мертвой. Следователю пришлось привлекать переводчика для того, чтобы переводить все документы процессуальные на другой язык, так как фигурант по делу был гражданин Республики Узбекистан. Ему было обеспечено право на защиту, а также право пользоваться услугами переводчика. Налетчиков искали недолго. Следователи собрали достаточно аргументов и улик, с помощью которых вина молодых парней была доказана. Окончательно назначить Якубову наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, 6 месяцев лишения свободы, без ограничения свободы и штрафа, с обыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Александра Рассохина подельником имена Якубова заключили под стражу прямо в зале Оренбургского областного суда за свое участие в нападении на пожилую женщину он получил 2 года общего режима. Хороший был. Сюда приходите. Так что подумай, обжаловаться стоит или нет. Александр Белов, Елена Ерофеева, Дмитрий Нефедов, Дмитрий Пустынников и Николай Бурмистров. Весть Оренбуржья.